И почему ты ещё не на стримах HLE Play? Apex становится Titanfall 3. Как хакеры заставили всех паниковать. Это, кстати, интересно звучит. У меня заложен нос, но вы потерпите. Так получилось, что где-то год назад я начал играть в Apex Legends. Играл бы в Titanfall 2, но даже после воскрешения игры из мёртвых найти в фолл-лобби получается далеко не всегда. А кроме Apex аналогов как-то и не появилось. Конечно, это не совсем то. В Apex многого не достаёт, в том числе той гиперактивности, что есть у Titanfall, и даже по стенам бегать нельзя. Но на моего каустика есть костюм клоуна, так что в целом я доволен. Но настал тот день, когда я могу с уверенностью сказать, что Apex Legends приблизилась к Titanfall так близко, что её вполне можно называть Titanfall 3. Ведь Electronic Arts спустя столько лет окончательно положила хрен на защиту, отдав Apex хакерам и дискредитировав себя по всем фронтам. Недавно на одном из крупнейших турниров по Apex Legends произошёл большой скандал. Двум спортсменам включили читы, удалённо взломав их компьютеры прямо во время игры. Десятки тысяч людей смотрели, как проигрокам включают aimbot, wallhacky и проводят умное голосование за Путина. Удивляться тут как будто бы нечему. Если вы сами играете или смотрели... Блин, реально? Если вы смотрели это видео на моём канале, то вы в курсе, что из-за плохой системы защиты Apex и Titanfall стали вотчиной для хакеров всех мастей, способных положить сервера этих игр по одному щелчку. Но никогда в истории большого киберспорта не было такого наглого и беспрепятственного взлома. Но Apex реально в дерьмо ушёл ещё, начиная с геймпадов. Это была ужасная хрень. Когда про-геймеры, про-геймеры меняют девайс с клавиатурой и мышки, блять, на геймпад. Это позор просто. И, соответственно, ребятам похуй абсолютно. Electronic Arts или кто-то, может, забыл, кто это делал, эту хуйню. Вот. И им абсолютно поебать. Из-за того, что поебать, все начали... Ну, просто профессионалы, которые жёстко дрочат на рейтинг, где там важен каждый ПТС-ики. Они просто пересаживаются на ёбаный геймпад. И ты просто вбегаешь в дом. Вот это вот идеально. Ты вбегаешь в дом, и ты просто, блять, зажимаешь кнопку стрельбы, и всё, и все умирают. Он сам всё делает, как бы, блять, это вообще ноль проблем. Ты просто, блять, бежишь, ты просто управляешь мувентом, и всё. Тебе не надо целиться. Это вообще в замкнутых пространствах встретиться с чуваком, у которого геймпад, тебе пизда. Ну, вообще, вообще, просто пизда. Это пиздец, 80% предаторов на контроллерах. Да, и не просто так. Потому что с ними легче играть. Это нонсенс. Мы все ожидаем, что на серьёзных турнирах с официальной поддержкой защита будет надёжней, чем в Алькатрасе. Никаких взломов там не может произойти в принципе. Любой намёк на мошенничество не только убивает зрительский интерес, но и выбивает у репутации организаторов, да и самой игры, коленные чашечки. В случае с Electronic Arts они лично поставили колени под кувалду и пометили их крестиком, чтобы не промахнулись. По какой-то непонятной причине отборочные на оффлайновый турнир решили проводить онлайн. Спортсмены сидели по своим домам и играли со своих компьютеров. Естественно, это вызвало кучу резонного негатива и вопросов, поскольку непонятно, как организаторы должны следить за пингом, интернет-соединением, безопасностью и честностью игроков. Компетентность отборочных уже попала под сомнение, и мало кто удивился, когда там что-то пошло не так. Но то, что произошло, испугало всех до усрачки. Хакер под великолепно дурацким ником Destroyer 2009 выбрал своими целями как минимум двух популярных про-игроков, за которыми следила куча людей, и с легкостью взломал их компьютеры. Первой жертвой оказался Джен Буртон, который вообще не понимал, что у него включены читы, пока на экране не всплыла программа под названием TSM Halal Hook, а в чате не появилось сообщение Apex Global Series взломан Destroyer 2009 и рандомом. Неизвестно, сколько прошло времени с включения читов, но на записи можно заметить, что Джен Буртон нокнул как минимум одного игрока за пределами экрана, и он даже этого не осознал. Но после того, как взлом стал очевидным, игрок поднял руки и просто вышел из матча, что могло грозить дисквалификацией. В отличие от него, другой игрок, которого взломали под ником Imperial Hall, поступил прямо противоположно. Холл один из самых популярных киберспортсменов по Apex, которого Destroyer 2009 преследовал уже не единожды. После того, как Холл понял, что ему включили читы, нанеся урон сразу нескольким врагам одновременно, он начал кричать, что его взломали, но он не вышел из игры, даже когда его напарники начали об этом просить. Холл вместо этого сказал, что просто не будет стрелять, и тут же после этих слов нокнул одного противника, что даже в большей степени грозит дисквалификацией команды, ведь Холл продолжал играть под читами. Но можно сказать, что Destroyer 2009 решил благодушно сохранить репутацию киберспортсменов, намеренно заявив о своей причастности в чате, иначе бы карьеры игроков могли бы закончиться из-за подозрений, что они сами поставили. Ну вообще, на самом деле, представляете, какой трэш он мог провести? Он мог просто там менюшка всплыть, вообще ничего не написать, не ставить там Vote Putin, или свой тег, или это просто якобы чел открыл, и все, и молчать, все. И потом бы этот киберспортсмен бы доказывал, что его взломали. При этом, знаете, сделать так, например, только с одним челом, то есть не там ни с двумя, ни с тремя, а с одним. И все, это он потом вообще ничего не докажет. ...ставили читы на свой компьютер. И это лишь два задокументированных случая, поскольку Холл и Джен Буртон в тот момент стримили. Но атаки могли подвергнуться и другие киберспортсмены, которые могли не заметить или скрыть наличие читов. Сам турнир, конечно, пришлось приостановить до выяснения обстоятельств и решения проблем, что только вызвало большую панику и спекуляции в том, что они не могли. Никто не понимал, а как вообще Destroyer 2009 смог это сделать и чем это грозит. Если двух профессиональных игроков смогли взломать прямо во время чемпионата, то, вероятно, жертвой может стать абсолютно любой игрок в Апекс. И судя по вспышней программе, Destroyer не просто хакнул игру, но получил удаленный доступ к компьютерам киберспортсменов. Вот это вообще пиздец, с помощью ебучего Апекса получить доступ к компьютеру человека. Интересно, насколько глубокий это доступ, потому что это охуеть. А это значит, что потенциально он может творить почти что угодно. Запускать майнеры, воровать данные кредиток, блокировать учётку, подрубать читы, да и вообще, что ему в голову взбредёт. С подобной ситуацией игроки сталкивались в Dark Souls 3. Проблема была настолько серьёзной, что FromSoft пришлось отключить сервера игры на целых полгода, чтобы устранить эксплойт. Причём трагедии тогда не произошло. На полгода! Полгода фиксили! Хакер, который обнаружил эксплойт, использовал его всего один раз, чтобы предупредить разработчиков. И те моментально отреагировали, начав латать уязвимость. Но в случае с Апекс электро... Это ещё он их предупредил разработчик и сказал чё-то как? В кроне карцериспаун молчали несколько дней. И за это время тревога игроков вышла из-под контроля. Не имея никакой информации, игроки решили, что играть в Апекс буквально опасно для их безопасности. Ну, по факту да. По факту да. По факту это действительно опасно для безопасности. По факту это полный трэш. На самом деле, вот... Я бы после этого... Апекс бы... Я просто сейчас в него уже не играю. Но я бы его сразу удалил бы. Я сейчас не шучу. Сразу же просто бы удалил его. И не заходил бы, пока... Мне бы разработчики не выкатили такие пруфы, блядь, что там всё... Я... Отвечаю, просто бы я... А, про Апекс бы забыл. Потому что... Ну, типа, последствия. Стим угонят, ещё чё-то. Ну, мало ли чё. Ну, то есть, это вообще охуеть. Доступ к компу, это пиздец. Ну, то есть, тут можно много чего нарыть и... Что игра превратилась в распахнутые ворота, которые приглашали хакеров безнаказанно гулять по вашей системе. Сообщества, пытаясь угадать, как конкретно это произошло, ставили под подозрение буквально всё. Даже взлом Изи Античита, который используется в десятках игр с онлайн-функциями. Такие как Elden Ring, Rust или Dead by Daylight. Конечно же, пруфов не было, но после этой информации людей надо было привязывать ремнями к кроватям. Благо, представители Изи Античита сообщили, что с их стороны нет прорывов безопасности, так что все могут выдохнуть. Поэтому единственным подозреваемым оказался сам Апекс, и в его... Меня тут не было, привет, долбоёб. Ну, если что, у него никнейм такой. Ну, легко было поверить, потому что история хаков этой игры очень объёмна. В Апексе вам постоянно будет казаться, что вы недостаточно хороши по сравнению с другими, что все, кроме вас, стреляют точно в цель. Но вполне вероятно, что все остальные просто используют читы для веселья. Даже в высокоранговых рейтинговых играх всегда найдётся кто-то, кто будет унижать игроков и буквально ставить их на колени, врубая им бесконечную перезарядку или возвращая урон. Это вообще, на хай рейтингах такого более чем достаточно, как раз таки там. Потому что веселиться на лоу рейтинге нет смысла людям. А те, кто постоянно используют читы, так или иначе забираются на высокий рейтинг. Ну, короче, блядь, всё на высоком рейтинге в итоге сталкивается. Если человек через Апекс получил доступ к твоей системе, то удаление Апекса уже не поможет. Да что ты, блядь, говоришь такое, ёбаный, блядь, рот. Спасибо, чел с IT-безопасностью. А мы сказали, что надо удалять после того, как он доступ получил. То как раз и доказывает Destroyer 2009, взявший у пропавшего с радара в туфи обязательство наводить шумиху в Апексе. С месяц назад он уже устроил комедию со всё тем же Империал Холлом, сбросив ему на голову десант из десятка ботов, которые преследовали его по всей карте. Также он подарил ему и другому игроку 4000 лутбоксов стоимостью несколько тысяч долларов. То есть у Destroyer действительно есть довольно мощная власть над игрой и доступ на уровне сервера, что только утверждало самые большие опасения людей. В ожидании ответа от самой Electronic Arts или Respawn, интернет-спецы по кибербезопасности искали своё объяснение и пришли к выводу, что, скорее всего, некоторое время назад через Трояны были взломаны только компьютеры тех двух киберспортсменов, которым врубили читы на турнире. Других игроков это не коснётся, пока они не начнут скачивать что-нибудь подозрительное. Но гарантировать стопроцентную уверенность в этом никто не взялся. Никто, кроме самого Destroyer не понимает, как он ломает игру и какой вред он может нанести обычным игрокам. Сразу же после этого Electronic Arts и Respawn всё-таки вспомнила, что ей нужно что-то сказать и выкатила это. В воскресенье несколько аккаунтов профессиональных игроков Apex Legends были взломаны во время турнира ILGS. Безопасность игры и игроков — наш самый главный приоритет, и мы пресс-правили соревнования, чтобы немедленно решить эту проблему. Наши команды заняты первым из многоуровневой серии апдейтом, чтобы защитить сообщество Apex и создать безопасную среду для всех. Чем больше читаешь это сообщение, тем больше задаёшься вопросом, а что, раньше защиты не было? Или её начали делать только сейчас? То, что этим занялись, это, конечно, хорошие новости, но успокоить как-то особо не получилось. Респаун не нужно было говорить, каким конкретным методом Destroyer взломал турнир. И можно было просто сказать, что всё в порядке. Теперь же все гадают, когда и какого масштаба будет следующий удар, а он, вероятно, будет, потому что поверить, что у Респаун в приоритете безопасность играющих, крайне сложно. Эти ребята допустили на турнир игроков со взломанными компьютерами. Это как привезти в стадо корову, заражённую чумой. Это, конечно, только догадки, но мне кажется, что хакер, способный спаунить ботов, которых игра считает легитимными игроками, сможет найти способ превратить серьёзное соревнование в цирк, если он попадёт на сервер чемпионата. А представьте, если бы это произошло на финале офлайн-мероприятия, куда люди покупают билеты и где спортсмены борются за огромные призовые. У Респаун не было бы возможности взять выходной для разбирательств, чемпионат бы сорвался и на будущих турнирах можно было бы ставить крест. Если ничего не поменяется, то это рано или поздно произойдёт, потому что хакеры эволюционируют, а защита Апекса как будто бы не очень. Мы уже говорим не просто о дедос-атаках, которые кладут серваки, а о прямых манипуляциях с игрой. Сейчас у хакеров нет полного контроля над Апексом, но как показал Destroyer 2009, у них есть контроль над игровым процессом и внутриигровым магазином, и это уже продолжается долгие годы. Больше двух лет назад я рассказывал про ситуацию, когда Апекс превратился в заглушку для сайта safetitanfall.com. Тогда в Респаун заявили о детях на руках, о вечных дедос-атаках и постоянном мониторинге ситуации, но саму проблему решили за сутки. И вопросов нет, борьба с хакерами это действительно бесконечный и крайне сложный процесс, но тогда, два года назад, мне показалось, что в Electronic Arts и Респаун взялись за голову, после того, как их игру за секунду превратили в тыкву. Но сегодня становится очевидно, что спустя уже пять лет с момента, когда всё это началось, ситуация с хакерами в Апекс становится только хуже. Число читеров увеличивается, а последние события испугали игроков настолько, что они не заходят и даже удаляют Апекса своих компьютеров, опасаясь, что с их данными что-нибудь случится. И правильно делают. Мне в это не верится от слова совсем, но допустим, что если Destroyer 2009 действительно 15 лет, то это просто какой-то ебучий позор для Electronic Arts. Они не могут справиться с парнем, которому нет и 20, ломающим им игру ради прикола в свободное время. Если верить людям, которым удалось связаться с Destroyer 2009, я был бы тоже не прочь с ним пообщаться. Справедливости ради, если ему и вправду 15, и это абсолютно даже не позор, это больше говорит не о позоре этой компании, а о гениальности этого парня. Что в 15 лет его мозги настолько охуенно работают, ну вот просто они, вот такой уровень IQ у него, что он не просто смог изучить, понять, он смог взломать, найти лазик. Ну, короче, это просто достаточно гениальный человек, просто он умен, просто занимается как бы вот такими темными делишками, но факт в том, что он крайне умен вот в этой штуке, это, да, это, скорее всего, просто говорит только о его гениальности. Так что, да, ну вот так вот. Если бы знал, как его найти, то он занимался этими взломами ради исследовательского интереса и веселья. Он сам создает читы и изучает обходы систем, для него это просто очередной пазл, а взлом турнира способ заявить о себе. Довольно распространенная психология хакеров, тут вопросов нет. А вот что не дает мне покоя, так это тот факт, что компания-миллиардер, под крылом которой тысячи людей и множество студий, так легко позволяют хакерам себя проявлять. Мы могли понять такое поведение в случае с Titanfall. Окей, не в наших сердцах, но время титанопадов прошло, за ними следит пара человек, которые не понимают, за что им это все. Но Apex Legends буквально один из основных источников дохода Electronic Arts. Чемпионаты по этой игре на слуху больше, чем другие киберспортивные игры компании. Но те дыры в защите, на которые общественность обращала внимание несколько лет назад, так и не заделаны. Более того, у Electronic Arts нет даже программы поддержки хакеров, когда за нахождение уязвимостей выдается награда. Знаете, это вполне нормальная практика для студий, которые действительно ставят безопасность игроков в главный приоритет. Riot Games выплачивает до 100 тысяч долларов тем, кто найдет уязвимости в их античите, которые, напоминаю, работают на уровне ядра вашего компьютера. Очень круто. И Valorant славится тем, что там хрен найдешь этих читеров. Люди из Respawn и Electronic Arts могут бесконечно рассказывать, как они работают с талантливыми людьми и как они решают сложнейшие проблемы, но это воспринимается как пыль в глаза. Этим людям хочется купить клоунский костюм Каустика в реальной жизни. Все эти громкие заявления о многоступенчатых обновлениях безопасности прозвучали только после того, как крупный турнир был приостановлен из-за скуки случайного пацана. Я не верю, что из подобного подхода получится что-то вразумительное. Зато есть такое ощущение, что скоро мы сможем называть Apex настоящим Titanfall 3, потому что сервера этой игры будут лежать месяцами. Electronic Arts и Respawn просто не хотят, чтобы мы играли в одни из самых лучших шутеров, которые индустрия могла создать. Они похоронили Titanfall, сейчас они начинают завешивать зеркала вокруг Apex, а нормальных аналогов так до сих пор и нет. Буду следить за ситуацией, надеюсь, что все нормализуется, потому что я люблю Apex и хочу в него играть. Если поступит новая инфа, я вам сообщу, а чтобы ничего... Ну, это, конечно, подсчет. Я вот, кстати, тоже удивлялся, многомиллиардная компания. Да они могут в целом, целый отдел по кибербезопасности организовать и выделить на него бюджеты, где будут сидеть, пусть, может быть, и не такие гениальные челы, как вот чел с ником Destroyer, а тоже, блядь, пиздец, их умные, их будет много, и они будут над этим работать. Ведь на самом деле тот репутационный ущерб и потенциальный ущерб игре по онлайну и так далее, который они получили от этого события, он, бля, пиздец, он бы уже покрыл год или не один работы такого отдела. Я думаю, там сейчас огромные потери. Да и, в принципе, я не знаю, что это рынок бумаг компании, что с ним случилось после такого скандала, но вполне возможно и там мог отразиться.